Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. На меня не обращайте внимания, я все волосы сейчас прилизала, так сказать, потому что очень много дела сделала. Надо было приготовить обед, надо было покормить всех, ну, в общем, много всего. И ужин, и все, и заодно и завтра, потому что я все готовлю заранее, с вечера. Я люблю подготовить все с вечера. Итак, я продолжаю тему чистка сосудов. Девчонки, это очень важно. Профилактическая чистка сосудов – это мероприятие, которое будет полезно не только пожилым людям, страдающим гипертонической болезнью или, там, например, атеросклерозом, но и молодым, и среднего возраста, всем. Все эти недуги можно и нужно предупреждать. И предупреждать их надо, девчонки, в молодом возрасте. Вот вы, которые, девчонки, вынашиваете детей, молодые, молоденькие, которые только-только после родов, как раз мы до этого копили все, мы кушали все, что можно и не можно было, но то, что организм требовал. И незаметно для нас все равно собираются вот эти вот шлаки, собираются в организме вот эти бляшки холестериновые. Когда они дадут о себе знать, мы не знаем. Но чтобы они не давали о себе знать, нужно постоянно собой заниматься. И вот сейчас у меня происходит момент такой, я по очереди все чищу, все сразу чистить нельзя. Не, параллельно оно очищается и что-то другое, но по очереди. Вот, например, месяц, например, нужно почистить сосуды, но не меньше месяца. И это не сложно делать, это очень просто. Значит, что я для этого делаю? Вот в предыдущем видео был рецепт номер один. Во-первых, я делаю вот тот рецепт. Ну, примерно дня 3-4. Именно тот. Потом я перехожу постепенно на другой рецепт. Значит, если вы живете в неблагоприятных экологических условиях, имеете избыток веса, часто жалуетесь на плохое самочувствие, головные боли, хроническую усталость, значит, у вас забиты сосуды, скорее всего. Потому что чистые, здоровые сосуды – это залог хорошего кровоснабжения всех органов, значит, и мозга. И вы не устаете, вы бодро себя чувствуете, у вас крепкое здоровье. В общем, отлично. Чтобы очистить сосуды от лишнего холестерина, необязательно посещать врача и наведываться в аптеку за дорогостоящими лекарствами. Я как раз вот против этого всего. Достаточно иметь, например, грецкие орехи и водичку. Самый такой... Сейчас так поставлю. Может, даже вот так, чтобы вам видно было. Да. Вот. И вот. Значит, как? Например, с помощью грецких орехов вообще легко. Особенно полезно для этой цели их, конечно, зеленая верхняя оболочка. Но, впрочем, для очищения сосудов можно использовать и внутреннюю часть орехов. Ядрышки. Значит, возьмите... Ну, вообще, где-то столовую ложку очищенных орехов. Вот. Я взяла 4, так сказать, вот такие половинки. 4 штучки. Раз. Вот. Два. Вот. Три. И вот четыре. Так. Четыре штучки. Это получится, если размолоть столовая ложка. И я, чтобы не размалывать, если у вас с зубами проблемы, вы можете размолоть. У меня с зубами проблем нет, поэтому я беру и очень тщательно, очень тщательно, долго разжевываю. Как бы кашицу. Делаю кашицу и масло. Еще. Очень тщательно надо это делать. Натощак. Ну, где-то примерно за 30 минут до еды. За 30 минут до еды. Делать это надо 2 раза в день. И вот еще. Вот сейчас вечер. Нужно очень мелко разжевывать. Очень и долго. Все. Вот сейчас вечер. Я это делаю за 30 минут до еды. Но я вечером не ем, поэтому я просто сейчас делаю вечером и утром. И так примерно месяц. Но я это буду делать 1 неделю. И запиваем стаканом воды. Ну, поскольку это большая чашка, в ней, наверное, грамм 300, то стакан воды будет вот так. Мелкими глоточками. Не надо залпов. Так же, кстати, и соду надо пить. Мелкими глоточками. Не надо залпом. В теплом виде. Вода должна быть теплая. Примерно градусов, может быть, 40-50. Тепленькая. На ощупь тепленькая должна быть вода. Холодной водой нельзя взбивать. Все. Еще раз повторяю. Утром и вечером за 30 минут до еды. Вот такое самое простое очищение. Но я вас всех люблю. Будьте здоровы. Делайте чистку сосудов. Потому что это просто необходимо. И следующий. Вот это очень действующий способ. И следующий способ я расскажу в третьем рецепте. Но я буду пользоваться вот этим и первым с полынью. Третий рецепт я оставлю на через месяц буду его делать. Но расскажу его в следующем видео. Но я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok